Итак, уважаемые дамы и господа, представляю соперников и первым бойцам в синем углу. Ему 25 лет, рост 174 сантиметра, вес 61,6 килограмма. Его стиль бокс, его профессиональный рекорд. 12 побед при двух поражениях, представляющий Махачкалу Республику Дагестан, Россия. Вот он, Алхаз Абдул-Межида! А вот и его соперник в красном углу. Ему 24 года, рост 172 сантиметра, вес 61,7 килограмма. Его стиль вольная борьба, его профессиональный рекорд. 11 побед при двух поражениях, представляющий Урус Мартан, Чеченская Республика, Россия. Вот он, Алхаз Абдул-Межида! Рефери фейтинга Ашота Шугел. Соглавное событие турнира «Есей» Ян Кигов 42 начинается прямо сейчас. Легчайшая весовая категория, Алхаз Абдул-Межида в синем углу, Хасан Дадалов в красном. Три раунда по пять минут, поехали! Активно двигается вперед Дадалов, делает движение в сторону оппонента. Да, и Алхаз и Хасан идут на внушительных сериях из побед. И прямо здесь и сейчас необходимо определить, кто же должен идти дальше в этой самой легчайшей весовой категории. Выцеливает, выцеливает Хасан. Готов ответить Алхаз. Здорово! Простое движение вперед и левое попадание с левой. Да, неплохо умеет работать на скачке. Хасан Дадалов здесь лоу-кик. Ну да, изначально с внутренней стороны, сейчас уже с внешней пытается обстреливать Хасан. Правый прямой. Очень хорошую скорость показывает Дадалов на первых секундах. Чем ответит Абдул-Межидов. Теперь уже давление от Абдул-Межидова. Очень опасно застрял здесь, кстати, на дистанции Хасан. Ну и здесь слишком, слишком амплитудно. Пока без борьбы. По корпусу вновь достает Хасан Дадалов. Но опять же, без тяжелых попаданий. Все контролирует Абдул-Межидов. Очень высокий процент досрочных побед у Хасана. Четыре победы нокаута, пять приемами. Всего одиннадцать успешных выступлений. И здесь на коротке слева-снизу все-таки зацепил Хасан. Но вложиться в этот удар не получилось на все сто процентов. Вновь по корпусу он отрабатывает. Чем ответит Абдул-Межидов? Пока давление от него есть, но не более того. Как и нет попыток пройти, например, в борьбу. Вновь постреливание по ближней ноге изнутри. Пытается зацепить здесь на отходе. По сути, под эту руку двигался, под левую. И дважды выбросил неплохие удары. Еще раз. Уже есть небольшое покраснение на животе. О, Абдул-Межидова. Он это там доставал до корпуса Дадалов. Здесь рука вроде бы на месте, но все равно Абдул-Межидов периодически постреливает левым боковым. Держится на дистанции. Хасан очень много перемещается. И согласен он работать вторым номером. Его это устраивает. Причем он работает вторым номером, но не в стиле контрпанчера. Он именно нападает и тут же назад. Он уверен в своей скорости и в своей реакции на сто процентов. Давид Дадалов. Опять корпус. И! Классный тейкдаун. Прям технично, мощно. Прямо в центре клетки. Вот такое прикармливание от Хасана сегодня проходит. Потому что один раз он в корпус попал, второй раз сразу был в голову. Очень опасная история была. А вот сейчас та же самая ситуация, по сути, зеркальная, только с переводом. Удар по корпусу и следом тейкдаун. И со стороны складывается ощущение, что действительно у Хасана Дадалова есть четко прописанный план, чуть ли не посекундный. И он ему следует. Две минуты, две с половиной даже поработал в стойке. Затем уверенно перевел соперника. Теперь контроль. И что дальше? Локоть. Гард закрыт. Полторы минуты еще. Алхас обдал Межедау. Необходимо включаться, как-то просыпаться в этом поединке. Пока все складывается не в его пользу. Нагружает, нагружает Дадалов. Руки изнутри, но пробить пока не получается. Хорошо фиксирует. Вот только, наверное, плечом, да. Это как вариант из сложившихся обстоятельств. Так тоже можно работать. Не перемещаются спортсмены к сетке. Но краткие неплохо. Провел атаку правой рукой. Хасан Дадалов. И забирает шею. Вместе с ногой. Смотрим. Берет об замок. Держит здесь руку. На конвасе Алхас. И нельзя, конечно, бить коленом. Ни в коем случае. И так понемногу, понемногу. Да, к сетке двигается. Это значит, что будет вставать именно по ней. Да, и это удается. Скорее всего, будет еще один перевод от Дадалова. Колени. Обоюдная работа. В неспешном темпе. Ну и зачем форсировать Дадалову события? Он прекрасно все понимает. А Алхас, видимо, просто не хочет тратить лишних сил здесь. В первом раунде, который уже подошел к своему завершению. Играет музыка. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доказывает Нашхо Галаев и Магомед Хамзаев Намекая на вот здесь, на удушающий прием Хватай, хватай здесь Да, крест-накрест получается руки Нужно сделать, завести И попробовать вытащить И пробует там Есть контроль через руку Ну что, Хасан Дадалов чувствует, что пойдет этот прием Вкладывается Да, и вот здесь со стойки Смотрим Нет, с первого раза не получилось И немного там закисляется рука Будет еще одна попытка Да, здесь сидя Нет возможности двигаться А вот теперь есть у Алхаса Блумежидова Еще больше давления Да, но пока он не стучит Терпит все или нет? Один шлепок такой был Нет, это не сдача И как важно, что сейчас не реагировал на это движение Потому что мы уже с Алексеем полагали, что это сдача Но нет, нет В деле Алхаса Блумежидова И другой вопрос сейчас Сколько сил вкладывает в это Хасан Начинает с удара по корпусу Более того, сейчас Блумежидов может оказаться в гарде соперника И да, так и происходит Молодец Блумежидов Перетерпел И сейчас может воспользоваться он вот этой небольшой паузой Потому что все-таки закислилась рука У Хасана Пытается подключить локти Алхас Три минуты Еще есть в этом раунде Плотно находится сверху Алхас Не очень вариативен, мягко говоря Постукивает там по корпусу Здесь вот хорошо поднимается Да, удар был и Хасан поднимается на ноги в свою очередь тоже Еще одна атака левой рукой Идет вперед Алхас Тейк-дон навстречу Как же переводит Дадалав Сегодня Просто как будто бы нет защиты Он просто проходит вперед И делает свое дело Без проблем И понятно, что стал идти вперед Абдул Межидов Понимая, что потихонечку преимущество уходит из его рук И нужно что-то тоже предпринимать Начал работать на руках И движение вперед порождает вот такой контрприем В виде перевода на канвас Готов рискнуть Абдул Межидов И что, отдаст спину? Да, так и происходит Да, в данном случае это вынужденная мера Здесь колени будут лететь Опять же С таким С размахом Вроде бы уже нашел Точку опоры Но не тут-то было Движение корпусом в левую сторону От Дадалова И борьба продолжается Минуты 45 Попытка и здесь была Так приподнять немножко Дадалова Но диагональный контроль И вновь Заберется за спину Хасан Дадалов получается Физически помощнее И Вот это только один вопрос Сможет ли Хасан отработать так И в третьем раунде Здесь треугольник под две ноги Контроль Ну, ненадолго Долгим он, да Да, не получается А вот здесь уже попытка прихватить голову Дадалов контролирует Алхаз Постоянно предпринимает какие-то действия Для того, чтобы либо подняться Либо прихватить голову Он не пассивен в этом положении Это самое главное Ожидаемо Этот поединок у нас продолжается Ожидаемо в нем много борьбы Но будет ли все-таки развязка Ну, здесь я думаю, что уровень Оппонентов сопоставимый И никаких апсетов, наверное, ждать не приходится Все-таки одинаково под контролем держит И тот, и другой бой Даже если он находится в такой субдоминантной позиции Когда сверху кто-то накатывает борьбой Ну и опять же, да, конечно, Хасан Дадалов Был небольшим фаворитом перед началом этой встречи Но нельзя сказать, что прям колоссально Ну что ж, 20 секунд до конца второго отрезка И постепенно мы переходим к ситуации В которой Хас может выиграть только досрочно Как здесь перевернул Дадалов оппонента Еще несколько ударов по голове И отправляются на последний перерыв У нас спортсмены Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, третий заключительный раунд Начнется прямо сейчас Абдон Меджитов против Дадалова Заключительный третий раунд А, конечно же, изучили друг друга спортсмены И ничего кроме уважения Но еще пять минут драки Мы с вами увидим Но в данном случае, наверное, прагматичной такой работы Дадалов будет искать Дадалов будет искать, безусловно, проход Но Абдон Меджитову нужно идти ва-банк Так называемый ол-ин Вертушка От Дадалова Да, интересно Будет ли действовать Хасан Дадалов В режиме так называемого велосипеда Он может себе это позволить Кстати говоря Есть попадание Слева И разножка От Абдон Меджитова Да, показал Хасан, что ныряет вниз И все равно левым боковым Опять пытался попасть И здесь И справа, и слева Но на ногах Алхаз Пытается забрать инициативу Абдон Меджитов Но опять же, без ударов сделать это очень сложно Отлично Начинает все лететь И все попадает У Дадалова Это плохой знак для Абдон Меджитова И вот то же самое Собственно говоря С левым боковым Хасан может себе позволить Работу одиночными На постоянном смещении То вправо, то влево Эти атаки на сайдстепе Конечно, могут замучить Алхаз Достает, достает Абдон Меджитов Идет вперед Немножко задергал его Заставляет нервничать Хасан Дадалов При этом сам На третьем раунде На этапе третьего раунда Вернее Очень легко двигается Да Пошел вперед Бычком Срубил под корень Как Брок Леснер Просто своих оппонентов Хасан Дадалов Алхаз Ну и произошло это На отметке Где-то двух минут От пяти возможных В третьем раунде Что логично Да, конечно Кардио Возможности у Дадалова Очень приличные Ну что ж Пол раунды И контроль Работа по корпусу Торопиться никуда не будет Хасан Напробовал Разные варианты Абдул Межидов Но На каждую Попытку От Алхаза Хасан отвечал Двумя-тремя действиями Так или иначе Переместились Соперники К сетке И здесь Будет чуть больше шансов У Абдул Межидова Подняться Диагональный контроль Сохраняется Теперь в другую сторону Укладывает Хасан Дадалов Алхаза Тот прижимает Плотно голову К корпусу Ну что ж Время уходит Кстати не делает Никаких попыток Пересаживания В фулл маунт Все устраивает Я думаю Сейчас Хасана Дадалова Довести В общем-то Поединок До логического завершения С такой Минимальной работой Да Это все Похоже на Оценки 30-27 И Вполне Вероятно Что все раунды Отдадут Именно Хасану Сейчас начнется Последняя минута Напоминаем Что это вес Олега Борисова Именно Олег Чемпионат В этой весовой категории И В этом же весе Выступает Рустам Керимов Магомед Бибулатов И многие Другие Известнейшие Спасмены Здесь по корпусу Нет Не по корпусу Даже по бедру И Не дал Возможность Провести прием На Кимуру Алхасу Хотя тот Не оставляет Надежды Смотрите И там Крутиться будет Некуда Хасану Додалову Ну что ждем Судейский вердикт И конечно Не всем доволен Алхас Савдум Межидом И так Асану Додалов 24 года 11 побед У него Было До сегодняшнего дня Сейчас Станет 12 И вот Успел О чем-то Поговорить С Русланом Хамзаевом Человеком Который Ответственен За направление Исея Янг Игглз Напоминаю Что впереди У нас Всего один Поединок Это бои В легком весе Погоди на базу Против Ахмеда Магомедова Так Есть решение Владимир Кочкин Сейчас нам Его Озвучит Итак Уважаемые Дамы и господа Этот поединок Проходил Все три раунда Поэтому Обратимся К судейским Запискам Со счетом 30-27 Единогласным Решением Судей Победу Одержал Поец Красному Клетки Хасан Даталав Даталав Хочу Большую арену Эйся Цель Я маме Обещал Что буду Выступать Она смотрит Хочу Поблагодарить Главу Чеченской Республики Героя России Ахмад Рамзан Ахмадович Хочу поблагодарить За то Что он Делает Для нашей Республики Это Алхамдуллах Вот такие Мероприятия Все И хочу Поблагодарить Конечно Руководство Лиги Абуза Иблаз Весьмурад Патриот Рейс Хайлан Когда готов Выйти В следующий раз Патриот Говорит Что я Теперь буду Биться В Рейс Мама Мы это сделали Патриот Я теперь Рейс Так Давай тогда Поменяем вопрос В Рейс Когда ты готов Будешь выйти На мирном турнире Я Раун Два месяца У меня был Последний бой Я сказал Микрофон Дайте чаще бои Люди думают Что через связь Кого-то Нет Я это Простой парень Я просто Побеждаю Лига Дает Руслан Хамзеев Матч Наш матчмейкер Молад Молад Патриот Все Вот так Ждем тебя С нетерпением Хасан И хочу Поблагодарить Свой клуб Ахмад И Магомед Хамзеев Алхаст Аслаханов Нашху Агалаев Джамбулах Целимханов И Иба Исраилов Молад Ждем тебя С нетерпением Ваши аплодисменты Победителю 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 Победителю